У меня есть как бы такая своя точка зрения, она основывается прежде всего, что изначально сам механизм, который был предусмотрен этой программой компенсации, он очень важный и необходимый. И, конечно, с учетом того, что в силу каких-то обстоятельств наши банки не могут или пока не кредитуют так, как кредитуют садоводов, допустим, в Европе или в каких-то других странах, то это было бы определенным спасением для того, чтобы получить возможность работать с длинными деньгами. То есть, понимая, что, скажем, яблоня дает первый урожай на третий год, а черешня на пятый, можно было бы пользоваться такими программами. И она работала, эта программа работала в самом начале достаточно эффективно. К сожалению, потом началось очень жесткое администрирование, особенно со стороны контролирующих органов, которые со своей задачей ставили не сколько проверку, сколько поиск возможных неточностей. И это уже начиналось превращаться в такое, как бы, преследование. И многие садоводы, в том числе и государственного сектора, стали отказываться, потому что, по большому счету, придирки, которые осуществлялись со стороны контролирующих органов, они, как правило, были абсолютно придуманными и необоснованными. Сама система выделения и принятия данных от предприятий организации на компенсацию, она достаточно жесткая. И этой комиссии в районных управлениях сельского хозяйства и областных, и так далее, и так далее, до Министерства огранной политики. И многие садоводы высказывали точку зрения, что было бы правильным в этих комиссиях изначально включать представителей органов контролирующих, особенно прокуратуры. Почему? Потому что тогда, если бы там присутствовал представитель КРУ, представитель прокуратуры, когда уже деньги получены, не надо приходить и говорить, что вы неправильно подали заявку на те или иные деньги. Потому что именно в заявку входит весь пакет документов, как накладные, путевые листы, и, как правило, именно в этом контролирующие органы пытаются увидеть какие-то там разночтения. А когда весь этот пакет документов будет утвержден изначально на первых инстанциях, никаких вопросов не возникнет потом, потому что будут стоять подпуси ответственных специалистов из контролирующих органов. К сожалению, это как бы, ну, по каким-то причинам не было сделано. Второй момент, второй момент, что в силу, ну, какого-то, скажем, дефицита, я так говорю это особенно в переносном смысле, потому что деньги довольно большие выделялись ежегодно по этой компенсационной программе. Но дефицита средств и относительно субъективного характера распределения их, потому что нам было, ну, там, скажем, 10 лет назад очень как бы непонятно, почему в Запорожском регионе наше государственное предприятие, ОПХ, Мелитопольское, оно было лидером в прямом и переносном смысле. В принципе, оно и остается и сейчас, по объему насаждений, по валу, по урожайности и так далее. Но мы не включались в компенсационную программу. Ну, не нам судить об этом, но тем не менее мы были по замежам этой программы и поэтому не пользуемся уже этой программой там ряд лет. Хотя продолжаем подавать документы, и эти документы принимаются комиссией, которая существует, вот как я уже перечислил, и в городе, и в районе, и в области. Но я считаю, что все-таки, все-таки это один из инструментов, который позволит садоводам успешно закладывать молодые насаждения, а программа еще и шире, она предусматривает и компенсации на строительство хранилищ, я имею в виду холодильников, и там некоторые другие аспекты. Поднимался вопрос о какой-то компенсации за раскорчевку отработавших насаждений. Это тоже важный момент, и он тоже дорогостоящий, потому что это одна из важных частей технологии производства, своевременная реконструкция насаждений. А порядок таков, что после реконструкции должно пройти от 5 до 7 лет, чтобы данная площадь была восстановлена через травы, через оборот полевой, и была вновь запущена под сад. Если рассматривать вопрос инвестиций, то, конечно, нет, я думаю, что это не очень интересно, и мне кажется, что там зарубежные партнеры бы, их больше бы интересовало просто владеть какими-то, скажем, объектами или садоводческими какими-то предприятиями на правах полной собственности, потому что, наверное, только тогда бы они вкладывали там серьезные капиталы. Я считаю, что именно для нас государственная форма собственности – это как раз сейчас спасение от желающих, ну, скажем так, каким-то образом принять участие в управлении предприятиям, потому что, наоборот, у нас было около года такая, ну, скажем так, спор с властями города Мелитополя о том, что наши сады, которые находились или находятся, это больше двухсот гектар в черте города Мелитополя по его окраинам, это те уникальные пески, что это имеет право на существование. И только за счет того, что это государственная, особо ценная земля, Национальная академия аграрных наук, только именно поэтому у властей городских ничего из этого не получилось. Поэтому я считаю, что форма собственности в данном случае не так принципиально важна. Важно правильно управлять и не останавливаться то, о чем я говорил раньше в своем развитии. Это самое важное. Я считаю, что вопрос порядка, наведения порядка государственного в сертификации посадочного материала, в его производстве и в недопущении, скажем так, контрафакта, который абсолютно заполонил все наши просторы. Это говорит о том, что государство пока не имеет возможности или желания начать жесткую борьбу с контрафатчиками, с теми, кто производит не сертифицированный материал. Мы, как государственное предприятие, давно работаем и имея паспорт, патент и лицензию. И, конечно, я считаю, что если мы в самое ближайшее время, государство не примет репрессивных мер в отношении людей, которые производят материал кустарным способом и потом его реализуют под брендами, в том числе и государственное предприятие ОПХ Мелитопольское, порядка не будет. Мы видим яркие примеры, как это делается у наших ближайших соседей, хотя бы Польша. Поэтому мы много говорим, вернее, слышим о том, что пытаются навести порядок, но без привлечения серьезных правоохранительных органов к борьбе ничего не изменится. Наш человек старается выходить из любой ситуации, но, к сожалению, это очень серьезно портит сортовой состав нашего простора украинского.